Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том как обшивать вагонкой стены. Особенность такая, что вы видите на втором этаже оббили стены доской и решили обшить вагонкой. Перед этим была мысль креечки на них набивать. Думаю, она будет еще меньше. Лишняя работа. Значит, решили просто по доске обшивать вагонку. Что из этого получается? Сейчас посмотрим вместе. Вот эту стену мы уже обшили. В целом получилось хорошо, надежно, качественно. Смотрится неплохо. Сейчас приступили к этой стене. Но прежде чем обшивать вагонку, поговорим о тем, какими приспособлениями мы пользуемся. Вот приобрели кляймеры четвертого номера. Вагонка, в зависимости от вагонки идет номер крепления. Прежде чем покупать, посоветоваться с продавцом. Но кляймеры, они тоже, видите, бывают нескольких видов. Вот такого вида. Вот видите. Значит, как бы, значит, с такими узчиками. И вот прямые. Если в торец посмотреть, то этот кляймер уже маленько доработанный. Видите, вот видите, он ровный получается. Вот здесь все ровный. А здесь подпружиненный. Но я вот рекомендую, рекомендую использовать вот эти, эти, вот эти кляймеры. Они обои хорошие, но вот этими работать лучше. Потому что когда вставляешь вагонку, вставляешь, она сразу крепко держится. А если приобретете такой, значит, сущий, вот он, блядь, вставляйте его за вагонку, он не так крепко. Но для того, чтобы он хорошо держался, надо немножко вот взять его и вот так пальцами подогнуть. Когда подогнете его, когда он уже вставляется, то крепко и хорошо. Ну, если не будет, соответственно, можно такой. Он рекомендует такой. Значит, с креплениями идут маленькие гвоздики. Ну, здесь написано, можно значит, с саморезами, можно гвоздями крепить. Только хочешь. Маленькие гвоздики. Те гвоздики, которые идут с креплениями, они немножко, будем, головка маленькая проскакивает. Для этих целей вот мы приобрели, значит, вот такого вида гвозди. 25-го, они, значит, более-менее нормально там держатся. Ну, потом подумали, значит, взяли гвоздики, значит, с большей головкой. И вот на два гвоздя, на два гвоздя, значит, крепим. Вот таким образом. Как устанавливать? Ну, здесь вот, если кто, значит, подлиннее вагонка, можно ее вот пилить. Ну, вот взяли, если сначала было две пачки длинной вагонки, мы пилили ее, значит, а потом, а потом, значит, взяли его непосредственно по размеру. По размеру. Да, и когда вот начинаете, значит, преливать вагонку, значит, каждую вагоночку целесообразно хорошо осмотреть. Почему? Потому что, вот, сколы бывают, ну, в данном случае вот тоже стучечки сколы бывают, ну, это не столь важно. Видео сколы, с этой стороны тоже бывают. Можно внутрь встать. То, если, допустим, все плохая, то уже где-то ее в угол поставить. Все равно где-то, наверное, надо будет отстрогать, где-то что-то делать. Ну, вот, делаем следующий вагон. Я начинаю всегда сверху. Здесь получается, вагон, вагонку мы приобрели. Она по размеру нормально подходит. И немножко, маловато. Немножко маловато. И потому... Ага, здесь сколы, сколы чуть-чуть. Вот. Там сколы немножко. Так, вот. Сначала вставили полностью. Вставить полностью. Вот, видите, я и здесь делаю маленький взорчик. Вот этот взорчик. Вот. Значит, после этого приема молоточек. И просто очень можно использовать в кусочек вагонки. И что его маленький, что... Вот. Значит, подбили. 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 Полностью может быть смысла нету подбивать. Вот сверху там, где будет крепиться. Вот видите, вот здесь хорошо подходит. Вот где-то здесь. Здесь мы и заклеим. Значит, берем текени. Показываем, вот в эту сторону. Ну ладно. Вот. Текени. И пару гудей. Пару гудей. Так. Вставляю сюда. Чтобы вставить, да? Ну, для этой цели у нас тут много. Этой цели у нас их много. Главное, первую вставить. Первую вставить. А потом у нас нет ничего. Вот так вставить. Усталось. И поехали. Садок. Кто-то, значит, крепит саморезами. Саморезами тоже хорошо. Ну, я, значит, и гвозями. Так вот. Вставить. Вставить. Приятное, как удалось. Так. Три децидовый верстачок недалеко. Чтобы удобнее брать. Удобнее брать. Удобнее брать. Ну, для страшно плотно входит. хорошо получилось так вот здесь хорошо так 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 Так. 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 Так, еще. Так. Так. Все. Сначала наживили. Вот поставили три штучки. А потом посмотрим, можем еще добавить штучки. И вот здесь вот тоже гвоздики забили. И здесь уже более удобно. Вот видите, у меня гвоздь такой. 250. Очень удобно. Все, подбери хорошо. И следующий будет, можно забить. Креплю на два гвоздика. Гвозди немножко большеваты. Здесь вот три отверстия. Но в центр хорошо потянулся. Так. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Так. Что это надо убить? Таким образом. Таким образом. Так. хорошо встал. Так. 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 Хорошо встал. Так. Ну вот, ты поставили. Ты поставил. Ну, я сейчас. Она уже так хорошо встала. Ну, наверное, есть смысл. еще один здесь поставлю, да и хватит наверно. Вот 4-5 креплений на основу. Вот таким образом работаем. Дойдем до потолка, дойдем до потолка, посмотрим как крепить потолок. Ну все пока, продолжаем работу. Начинаем, продолжаем работу, обшиваем потолок. Особенность работы в данной комнате заключается в том, что мы обшиваем потолок на доску, доску, которая была, то есть мы не бруски, не речки, ничего не уравниваем, как вот потолок был, деревом обшили. Продолжаем вагон обшивать. Вот при работе с потолком маленько сложнее, в том плане, в том плане, то надо здесь лучше прижимать, видеть, вроде было держится, да, но как говорится, чтобы не работать, используем точно такое же приспособление, как и обшивали доски. Берем вот кусочку такой маленький и вот что, закручиваем. Закручиваем не до конца, чтобы он свободный был. Значит вставляем. Вагонка, она не всегда ровная и хорошо сразу не встает. Для того, чтобы добиться более хорошей установки вагонки используем клиночки. Под клиночку ставим вот такие небольшие квадратики. Ну где-то, если большой, большой готовый, побольше, ну я использую три штуки. На один самолиста, вы видите, шеверца. Это даже очень хорошо. Вот, значит вставим три штуки. Три штуки ставим. Установили. Если испытая выпадет, уже соответственно вагонка не упадет, потому что когда чешки она придерживается. После этого берем три, где-то немного, потому что начнут падать. И клиночком поджимаем, чтобы расстояние было, ну здесь вот в пределах где-то сантиметр. Когда он становится уже, видно, что он стал. Вот он, видите, здесь уже встал. Встал на место. Руками просто так уже не подожмешь. Вот второй клинчик ставим. Можно чтить более хорошего вагонка. Можно и обащищать. Вот, встал, хорошо встал здесь. Ну в целом, конечно, вагонка не идеальна. Я не могу сказать, что очень неплохо. Видите, вот здесь оно уже не пошло. Подстучали чуть-чуть. Встал по шапке. Вот уже пошло. Вот, видите, получается ровное, хорошее расстояние. И уже мы точно знаем, что это идеально. И берем, значит, ставим уже крепление. Крепление ставим, учитывая то, что видите, доска, она все равно где-то миллиметр-полтора гуляет. Вот так ставим те места, где более хорошо поджатого сверху. Вот оно здесь поджато, здесь ставим. Где-то в расстоянии сантиметров 50-50, где-то так вот. Ну, как говорится на глаз. Вот поставили. И дальше смотрим. И поставили где-то вот здесь можно поставить. Раз, два, три. Вот четыре, четыре-пять штук я ставлю. В зависимости, как пойдет. Вот, поставили. Креплю, значит, на гвоздике. Вот пасть под гвоздь я выносил. Вот, все гвоздики с такими укреплениями, они не очень удачные. Взяли немножко они, значит, побольше. И по толщине соответственно побольше. И поэтому использую тот же самый любимый наш гвоздь. Значит, вот так. Раз. И поехали. Сюда вставляем. И поехали. Кто-то саморезами крепит. Может быть, это и хорошо. Вот я гвоздиками начинал так, и продолжаю гвоздиками крепить. Это не сложно. Посмотрим. Вот, значит, сначала все закрепил. Забили. А потом уже. Вот. Каждое крепление на два гвоздика. Достаточно. Мне как-то пришлось на меня одну вагонку. Ну, вот а спой тут проблематично. Держится хорошо. Вот. Вот. Держится. Вот дальше пошли. Ну, будет работать. У меня жарко. Будем работать внизу. Межу по прохладе. вот вагонку закрепили и что снова следующего вагонка повторяется в софт последовательности снимаем при установке вагонки на потолок рекомендую значит использовать поджимную планочку и клинышки и тогда будет очень легко и хорошо если взять любую вагонку даже самую идеальную набирать в любом случае будет немножко неровная устанавливать ее просто руками сложно очень сложно так с клиними видела посмотрите постоянно получается вопроса везде одинаковые везде одинаковые плотные я думаю что они прослужат очень долго и хорошо но все пожалуй вот можно посмотреть окно обшили окно здесь осталось еще еще уголочки поставить уголочки подоконник и практически будущего вот продолжаем работу ну вот подходим к завершении работы с вагонкой но здесь если внимательно посмотрите на стену боже все стены обшили вагоночкой потолок здесь вот обшит уже вагонкой здесь уже вот я окантовочку поставил на потолок люк ну вот таким образом сделано люк но здесь еще еще вот видите и доделая немножко вот уголочек вот такой деревянный я здесь его на окнах буду ставить вот здесь обошьем здесь вот поставим здесь и здесь ну и наверное здесь а здесь дальше надо еще подумать как обыграть этот вопрос чтобы люк и закрывался и в то же время был более-менее нормальный значит двери уже установили двери установили ну взяли тоже как говорится самые дешевые ручки в дверь более-менее нормально закрывается открывается значит попробовал первый раз я вот такие ты значит шарниры вот такого типа вот такого типа но скажу что мне не понравились хотя каждому свое но они они неплохие но тоже но не очень так говорится ну вот все пожалуй здесь вот что здесь особо хитрости не было осталось еще пройтись еще по сучечкам вот еще сучки сучки значит ну наверное будем заделывать их опилки с пва наверно с таким образом будем заделывать ну и вот здесь тоже вот окошечко уже здесь подоконничек поставили еще в раздумья начали же обыграть вот такие планочки поставить вот таким образом да или может быть чем-то заделать еще ну вот пожалуй все значит если кому-то пригодится мой приобретенный опыт по установке вагонки пожалуйста используйте но здесь особенность вот этой вагонки когда мы били здесь напоминаю сюда заключается в следующем то есть мы прибивали по неподготовленной стене вот она видите вот так была обделана доской и прямо на эту доску мы шили вагонку но в целом считаю что получилось неплохо до свидания до новых встреч здесь посмотрим как мы будем еще делать может вагонка может еще другим материалом как говорится будем делать будет видно до свидания а